Доброе утро, дорогие друзья! Приятно познакомиться. Мы до нашей встречи заходим в интернет, вбиваем ансамбль МОККО. Что мы там видим? Ничего. Ничего. Рассказывайте, откуда вы такие красивые к нам пришли. И почему нет информации? Почему ничего нет? Ну, может быть, это потому, что на самом-то деле мы не барабанщики. Вот это же барабаны только, да, вы видите? На самом деле мы не столько барабанщики, сколько ударники классические, академические. Мы играем в симфоническом оркестре, а это для нас мы решили как разнообразить. Для души? Ну, да, как хобби. И, может быть, разнообразить, попробовать в других еще стилях поиграть. Замечательно. То есть у вас есть свободное время, чтобы потренироваться? Свободного времени у нас нет, нет. Потому что вы в своем ансамбле МОККО. Только по ночам мы репетируем, да. Есть такая байка, вы уж, пожалуйста, опровергните, либо скажите обратное, что музыканты, которые играют на ударных в оркестре, когда у них длительный промежуток времени свободного, они сидят либо в телефонах, либо в планшетах. Мне кажется, это вранье. Но что скажете вы? Вообще у нас запрещено во время репетиции использовать гаджеты. Штраф. Да. И поэтому мы вынуждены выходить за кулисы и там вот уже использовать. Понятно. Ну и уж тем более на концерте такое тоже невозможно. Не, на концерте совсем нельзя, да. Смотрите, что меня всегда интересовало. Когда человек играет дома на скрипке, это для соседей порой мучение. А как дома, простите, пожалуйста, репетируете вы? Это же, ну... А, ну да, это на самом деле самый сложный вот наш этот аспект нашей деятельности. И мы всегда репетируем в филармонии. Вот это наша база, где у нас оркестр. И там, где наши тяжелые вот эти инструменты, огромный барабан, у нас же не только такие, у нас есть вообще там или тавры, и большой барабан, он не транспортабельный вообще. И мы репетируем в филармонии. Да. А так как там с залами, ну, проблем, там же очень много концертов, мы вынуждены репетировать по ночам. Ага. А можно попробовать вот прямо сейчас поиграть? Конечно, мы не профессиональные игроки. Ну, и знаешь, мы тоже не счислой, давай говорить честно. Ну, а ты, да, ты-то музыкант, а я нет. Что тебе по душе? Да, по душе что-нибудь маленькое, вот, и яркое. А я возьму, что-нибудь поярче. Просто мы хотим понять, насколько сложно играть на ударных. Это, кстати, ударное? Что это такое? Ударное называется агого. 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 Бразильник. Замечательно. Так, ну, что мы делаем? А мы все очень просто повторяем за мной и играем, пока я не свистну. Давайте, давайте. Это было классно. Правда, да, шею побыстрее и посложнее. А-а-а, ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Сейчас начнется полная импровизация. Поехали, я готов. Давайте пробосняк. Так. А-а-а-а, спасибо большое, друзья. Нам осталось только посмотреть весь и это все полностью. Да, но сначала, в среду, если мы не ошибаемся, концепт. 27 февраля в 7 часов вечера большой зал филармонии. Приглашаем всех-всех-всех. Замечательно. Всем приходить. И чтобы, ну, знаете, такую какую-то небольшую ритмическую затравочку вам дать, прямо сейчас ребята бомбанут на нашей сцене. А чтобы добавить этому номеру еще больше огня, еще больше красок, на этой сцене прямо сейчас появятся обворожительные прекрасные танцоры Ромео и Роза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok